всем привет продолжаем наши акварельные уроки для новичков это очень простые уроки мы рисуем очень простые картинки потому что по моему глубокому убеждению нужно начинать с самого простого я постараюсь быстро вам рассказать как нарисовать вот такую вот замечательную снежную сову мы уже сделали предварительный рисунок он очень простой вы можете сделать такой рисунок со своими детьми и тоже с ними раскрашивать если даже не в акварельной техники то другими красками сейчас мы сотрем все линии построения быстренько потому что они нам не нужны помним что эти линии вспомогательные и когда мы строим мы их не рисуем с нажимом для того чтобы нам было хорошо их потом удобно и быстро стирать вот еще немножко нам нужно будет приклеить наш лист скотчем малярном это бумажный скотч который достаточно легко рвется приклеить по всему периметру потому что если вы уже со мной рисовали вы знаете что мы будем использовать много воды и от воды естественным способом да это логично наш лист немножко деформирует для того чтобы уменьшить этот процесс мы лист фиксируем иначе он просто у вас свернется в трубочку и ничего не получится у нас будет опять ограниченная палитра мы будем использовать акварельные краски синюю какая у вас есть индиго это тоже такая черно-синяя краска коричневую в моем случае это железоокисная светло-красная она же английская красная в других палитрах и немножечко оранжевого желтого и черного сначала мы подготовим нашу палитру набираем нужные цвета если вы рисуете уже достаточно быстро и смело вы конечно можете их набирать на ходу но если вы новичок то лучше заранее это сделать нам понадобится оранжевая какая у вас есть у меня золотистая набираем здесь уже была теплая желтенькая и я ее сюда добавляю смело я вообще люблю использовать грязные палитры потому что получаются очень интересные цвета так здесь у нас был синим и его туда же и замешаем с водой достаточно концентрирована что значит концентрирована то есть у вас прозрачность зависит от того какая пропорция воды и пигмента если у вас воды много пигмента мало краска будет очень прозрачная а у нас она достаточно яркая помним еще о том что краски при высыхании светлеют поэтому если вы хотите насыщенную картинку то используйте красочку потемнее индиго индиго тоже нам нужно концентрированная потому что элементы которые мы будем прорисовывать индиго глаза нос лапки они достаточно темные железоокисную красную я прям так не стесняюсь замешаю фиолетовую если вы не знаете что у вас получится при смесях то лучше не экспериментировать и вымыть палитру да а если вы хотите узнать как хорошо смешивать краски напишите в комментариях и мы будем снимать видео про цветоведение и что нам еще понадобится но пока все желтый у нас есть но я хочу более теплый желтый сейчас добавлю немножечко теплоты в нашу лимонку вот так вот нам будет супер замечательно кутя кутя дай соли коробочка соль нам понадобится соль потому что вот этот вот эффект спасибо дай вот этот вот эффект добивается солью я обещаю потренироваться и следующих видео подготовлюсь получше и так что мы делаем мы мочим все кроме зрачков чистой водой вот у меня на этот раз две баночки чистой водой флейцем широкой кисточкой самой большой которая у вас есть мы мочим абсолютно все обходя глаза нужно стараться сделать это достаточно быстрого акварель не терпит промедления на таких вот водных техниках потому что очень быстро начинает деформироваться лист если вы будете возиться то верхняя часть уже высохнет мокрая будет сырая вам придется возвращаться но вообще как бы промачивать лист нужно подойти к этому процессу серьезно и смотреть на лист со всех сторон чтобы не было сухих зон чтобы не было луж чтобы все было равномерно и достаточно мокро для того чтобы вы хотя бы минут 15 могли смело рисовать вливать краски а если вы видите на картинке желтый либо оранжевый то смело начинайте с этой краски я это уже говорила и буду повторять еще не раз это один из таких секретов хитрости для того чтобы картинка получилась более чистой я возьму немножко теплого желтого вот сюда вот на грудку мы помним что мы не втираем краску мы ее укладываем такими точечками то есть ее надо набрать достаточно много на кисточку чтобы вот эти вот акварельные лужицы красиво расплылись мы укладываем этот цвет на манишку причем я не стерла карандаш для того чтобы вам было видно на камеру где я рисую но вы помните что у нас есть такой инструмент как клячка который можно этот карандаш сделать гораздо светлее чтобы у вас не было контуров если у вас нету такой прекрасной клячки я вам очень рекомендую ее приобрести и поверх вот здесь вот бровок очень важно контролировать сколько у вас воды на кисточке и сколько краски она красиво акварельно растекается опять-таки это бумага недорогая поэтому краска растекается не так шедеврально как на дорогой я обожаю брызги вот я еще делаю на брызги к чему я это говорю к тому что если у вас очень много воды и краски то у вас будет вот такое вот большое пятно если у вас мало воды и краски то она будет гораздо меньше и естественно если вы хотите чтобы вот эта линия у вас не расплылась гигантским пятном то вы берете чуть меньше воды и чуть больше краски сейчас я укладываю вокруг совы фон такими же точечками мне нужно торопиться потому что лист у меня подсыхает я оставляю даже такие вот дырочки в фоне промежутке здесь уже даже совсем лист высох я могу вот так вот пройтись я вообще очень люблю оставлять вот такие промежутки потому что они все равно на мокром листе сами сходятся и вырисовывают нам очень красивые узоры акварельные смотрите пока я болтала вот здесь уже краска не течет вот здесь видите уже все сухо поэтому нужно работать достаточно быстро да я увлажнила считайте прям самим цветом выкрутилась из ситуации но если у вас лист больше поэтому собственно я и рекомендую рисовать сначала на маленьких работах видите какие они у меня маленькие это не потому что мне жалко дорогой бумаги а потому что для того чтобы вы все успели чем больше лист тем меньше вы успеете берем индиго для того чтобы для того чтобы сделать нам все-таки ночь сова же у нас ночная птица в синий пока он мокрый да опять таки если вы будете медлить у вас краска высохнет и не будет этих подтеков то есть если вы ставите точку она не меняет своей формы вы видите что это просто сухая 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 линия сухая точка то лучше не продолжать на том месте да и конечно можно подмочить но лучше успевать потому что как вы помните любые исправления они работу делают хуже вот добавили немножко ночи и и теперь в остатки индиго я добавляю свою английскую красную делаю вот такой вот коричневый и пока еще не поздно рисую совы такими вот движениями немножечко не точками а продолговатыми перышки да уже у меня тут кстати последние секунды иначе краска высохнет да не так уж много времени если у вас бумага не профессиональная потому что она не держит воду профессиональная бумага даст вам гораздо больший запас времени на вот это вот самое действие но для того чтобы немножко отличалась сделаю крылышки все-таки более красненькой и я очень люблю побрызгать добавлю еще больше индиго для того чтобы места вокруг глаз которые у нас остались не закрашенные были потемнее и здесь уже тоже почти подсохла поэтому рекомендую прям тщательно просмотреть видео и потом выдохнув начать рисовать со мной без пауз иначе вы не успеете вот такие вот у нас добавим сюда еще очки зоро появились ну и коричневым вот таким вот прозрачным я прокрашу слегка эту веточку вот всю картинку мы сделали по сырому и теперь мы ее солим берем повыше вашу солоночку и для того чтобы соль рассыпалась если вы руками солите отдельно то есть не щепоткой большой а каждая частичка была отдельно и сидите смирно ждете пока она сработает тут тоже есть один фокус потому что многие сильно пересаливают да это как в кулинарии не нужно этого делать а пересаливают из-за чего из-за того что не видят сразу эффекта а сразу эффекта не бывает эффект проявляется ну минуты через три потому что соль является абсорбентом и она в течение времени нужно да она вокруг себя подсушивает впитывает всю влагу забирает и краску и цвет и воду и делает такие вот белые точечки как снежиночки на листе бумаги но вот пока я болтаю она уже немножко начала работать и видно немножечко да что появились какие-то белые пятнышки но нам нужно подождать ни в коем случае не сушить иначе этого процесса не произойдет подождать пока соль сработает полностью то есть когда вы увидите что вокруг каждой солинки есть белая звездочка тогда вы можете высушить лист и убрать соль и так магия свершилась наша сова стала безумно снежная ночная и загадочная сейчас мы ее высушим для того чтобы убрать излишки соли и прорисовать детальки сушите хорошо потому что вам придется руками убирать эту соль лишнюю потому что кисточка будет об нее спотыкаться и мешать вам прорисовывать детали и если вы высушите плохо лист то вы размажете просто все пальцем поэтому нужно хорошенько просушить и смахнуть лишнюю соль в стороночку вот такой вот у нас результат получился сейчас будут еще детали и что я хочу сказать на этом этапе во первых на каждый на каждом виде бумаги краска будет ложиться по-разному поэтому у вас может быть результат немножечко другой потому что у каждого бумага будет совершенно разное если вы используете крупную соль то у вас будут вот эти вот звездочки большими я сейчас взяла и насыпала от души из солонки достаточно крупной соли и очень много ее получилось поэтому прям вот такой вот узор и не я вышел художники профессионалы раскладывают соль чуть ли не пинцетом на то место на которые они хотят чтобы упала эта снежинка поэтому лучше иметь маленькую солоночку и солить руками контролируя более этот процесс вот но это такая зона эксперимента в акварели такая игра такие спецэффекты поэтому она может быть совершенно сделано по-разному и в любом случае будет прекрасно теперь прорисовываем детали либо черным у меня нету черного у меня максимум серая пейна либо индиго берем самую темную краску которая у вас есть ближе к черному и прорисовываем глаза усовы помним что сейчас я возьму даже кисточку поменьше вам тоже рекомендую для деталей брать кисточку поменьше то есть это как этикет при сервировке стола да вы начинаете с большой ложки и заканчиваете самой маленькой десертной то же самое здесь вы начинаете с большой кисточки переходите на среднюю меньше и заканчиваете всегда самой маленькой кисточкой прорисовывая детали все очень просто берем маленькую кисточку и прорисовываем кружочки глаз если вы рисуете это с детьми то помогите сделать ребенку потому что маленькие детальки трудно на самом деле даже взрослому нарисовать поэтому ребенок будет нуждаться в вашей помощи в прорисовке деталей вот помним что нам нужно оставить наши блики если вы их замажете ничего страшного можно взять за маску белую до которые исправляют ошибки в тетрадях и поставить эти точки либо взять белую гуашь но это уже так такая как я говорю певдо акварель акварелисты не используют такие штуки они продумывают алгоритм действий и пытаются учесть все то есть оставить это чтобы потом не исправлять на носу тоже я могу оставить блички прорисовываю эту семечку подсолнечную вот у нас получился бличок и прорисовываю коготочки тоже если получится они достаточно маленький оставить там тончайший бличок то оставьте его будет интересно вот таким вот образом и для того чтобы сделать более явным тельце нашей совы мы можем наши перышки усилить то есть сделать прорисовку такую вот мазочками еще крылышек либо брюшко я использую те же цвета что и брала и укладываю их на те же места на которые укладывала по сырому просто для того чтобы придать такую более детальную детальность детальную детальность придать вот просто вот это вот я и хотела вам сказать детальная детальность это вообще так супер важного акварели такими коротенькими штришками делаю эту грудку здесь я взяла коричневый потому что он контрастный то есть желтый на желтом виден не будет поэтому я использовала железоокисную для того чтобы прорисовать ее прекрасные очки красивые да они немножко расплылись но это не страшно мы можем вот так вот по радиусу сделать их такими перьевыми пушистыми и более выразительными да я всегда говорю что любые исправления они идут как отклоняются от первоначального замысла но могут быть тоже очень интересными тут бумага нам не позволило оставить такие вот белые контуры вокруг деталей корпуса совы и мы исправляем это уже по сухому вот и даже можно усилить немножко веточку то есть что я делаю я прозрачно набираю коричневый и как бы тонирую вот тут вот вниз брюшка совиного прозрачной краской для того чтобы отделить его от нашей веточки и сейчас возьму кисточку побольше и сделаю вот здесь вот такой вот хвостик тоже прям по синему но он у нас внизу и совсем в тени и вполне может быть вот таким вот вот то есть не это захотелось сделать прям на ходу это не было запланировано для того чтобы появилась как бы наша веточка это еще можно усилить немножечко индиго прозрачно я укладываю цвет прям к веточке но если я так оставлю у меня останется полоска ярко выраженная я смываю цвет с кисточки и как бы растушевываю это индиго вот веточка наша проявилась сейчас я подсушу потому что я хочу нарисовать ярко-желтые глазки вот можно еще немножко даже усилить за счет темного коричневого форму корпуса тела савиного вот здесь вот коричневинку добавлю и хочу еще добавить на кисточке на ушки савины вот сюда вот чтоб они тоже появились окей теперь беру наш желтый яркий и закрашиваю по сухому главное чтобы у вас все было сухо иначе она расплывется оставшиеся белые места вокруг зрачков вот такая вот ночная зимняя прекрасная сова у вас может получиться если вы не просто посмотрите это видео а решитесь все-таки попробовать поверьте мне это очень просто не стоит бояться потому что ну что произойдет если у вас не получится максимум самое плохое это вы испортите один белый лист не велика потеря возьмите пачку белых листов и позвольте в удовольствие себе их портить если вы ничего не сделаете то как бы и нет не узнаете никогда получится у вас рисовать или нет а не ошибается только тот кто ничего не делает поэтому делайте делайте вместе со мной садитесь рисуйте если у вас какие-то ошибки во время процесса происходят высохли лист уже что-то не то не не переживайте отклеиваете работу приклеиваете новый лист это не так уж долго повторяете заново с учетом той ошибки которые вы сделали да я пытаюсь проговорить все нюансы все ошибки которые бы вы могли допустить но у вас могут быть мною не учтенные ошибки поэтому вы пишите об этом в комментариях как как их исправить как у вас получилось что пошло не так потому что акварель это магия которая полна секретиков и на каждый ваш шаг профессиональный художник может рассказать какой-то фокус условно да этот фокус это знание и опыт который поможет вам выйти из этой ситуации поэтому пробуйте пробуйте рисуйте вместе со мной подписывайтесь на канал комментируйте обязательно ставьте лайки мне это очень мотивирует разговаривать самой собой в пустой комнате знаете ли вот и делитесь делитесь видео показываете своим друзьям родственникам мамам сестрам братьям всем потому что такие простые уроки они доступны каждому можете даже рисовать своими детьми на этом я отклоняюсь надеюсь вам понравилось до новых встреч пока а а и и и и и и а